Многострадальные ларьки, карантин и высадка На первом в этом году пленарном заседании магнитогорские депутаты обсудили актуальные для города вопросы Работы начнут весной В этом году региональный оператор капитальных ремонтов планирует улучшить внешний вид многоквартирных домов магнитогорска на 830 миллионов рублей Эффективное лечение деликатных проблем Колопрактологическое отделение 2-й городской больницы отмечает 10-летний юбилей А сейчас об этих и других событиях более подробно Магнитогорск – город, который я вижу во сне Так решением депутатов городского собрания отныне будет называться самая престижная номинация журналистского конкурса «Город и мы» Лучший информационный проект А вот владельцам и арендаторам нестационарных торговых объектов после сегодняшнего пленарного заседания будет не до поэтики В соответствии с изменениями федерального законодательства существенно меняются правила и главная плата за размещение киоском Горькая пилюля малому бизнесу будет подслащена по этапным переходам на новые схемы и новые суммы Игорь Гурьянов обо всем подробнее Прежде чем приступить к решению судьбы Ларешников, депутаты рассмотрели не столь резонансные, но не менее важные вопросы В частности ситуацию с острыми респираторными заболеваниями Сегодня наблюдается явное снижение уровня заболеваемостей Эпидемиологический порог превышен уже не в пять раз, как на пике, а всего на 8% Своё дело сделал карантин Снижение заболеваемости школьникам фиксируется на уровне 30% Но медицинские руководители уверены, расслабляться рано Протилактические мероприятия до сих пор, впрочем, как и всегда, актуальны Осуществляется мониторинг наличия лекарственных препаратов для лечения в медицинских и аптечных организациях города Обеспечен неснижаемый запас лекарственных препаратов и средств защиты В предэпидемический период вакцинировано 167 442 человека, в том числе детей 54 861 Положительный сдвиг наблюдается и в таком важном и не сиюминутном деле, как озеленение города Впервые за много лет, в том числе благодаря системным усилиям депутатского корпуса Количество высаженных деревьев превышает число снесенных 6 тысяч против 4,5 соответственно Бюджет поступило более 3 миллионов рублей так называемой восстановительной стоимости за снос 300 деревьев Сумма затрат на новые посадки превысила 4 миллиона рублей Денежный аспект был превалирующим и при рассмотрении следующего, наиболее актуального вопроса Федеральный закон об основах государственного регулирования торговой деятельности Предписывает переход от договоров аренды к договорам по размещению нестационарного торгового объекта, проще говоря, киоска Вводятся и новые схемы расчета и взимания этой платы Ужесточаются требования к внешнему облику и содержимому ларьковых полок и витрин Заметим все эти «страшилки» в кавычках Для добросовестных предпринимателей далеко не новость В соответствии с поручением главы города Сергеем Николаевичем Перниковым В октябре 2016 года были проведены совещания в администрациях районов города С субъектами предпринимательской деятельности, владельцами нестационарных торговых объектов В ходе проведения совещания от владельцев НТО поступили ряд предложений По внесению изменений в проект положения, которые в последующем были учтены в проекте Направлены на рассмотрение Магнитогорско-городское собрание депутатов Ларешникам придется раскошелиться Если сегодня размер арендной платы за киоск площадью 16 квадратов составляет от 3 до 4 тысяч То согласно новому проекту плата будет составлять от 22 до 29 тысяч рублей Обратите внимание, в год С целью облегчить бремя администрации и депутатским корпусам разработаны рекомендации Согласно которым в первый год работы новой схемы коммерсант должен будет заплатить всего четверть суммы На второй год половину, на третий 75% от годовой суммы Принятое решение вызвало неоднозначную дискуссию Но сошлись во мнении, что и суммы не астрономические, и льготы помогут Плюс вопросы наполнения городской казны и, наконец, приведения в порядок уличной торговли Приоритетнее судьбы отдельно взятого торговца Реакцию представителей мелкого бизнеса на почти десятикратное увеличение Теперь уже не арендной, а платы за размещение нестационарного торгового объекта Предугадать несложно проходили Будут протесты, будут пикеты Снова станут слышны разговоры об удушении рыночной экономики И уничтожении рабочих мест Эстетические, а уж тем более морально-нравственные Аспекты в таких ситуациях, как правило, не обсуждаются и даже не рассматриваются Хотя уже сегодня можно говорить о том, что круглосуточный ларек с мелкой розницей Это скорее нонсенс, рудимент той самой рыночной экономики Ну, не побежит человек в три часа ночи ни за шоколадкой, ни за чупа-чупсом, ни за газировкой А вот за пивом или сигаретами, причем в шаговой доступности, как говорится, велкам Мы обязательно будем следить за развитием ситуации И, скорее всего, так и не получим комментария от представителей малого бизнеса У них, как всегда, будет неплочено за аренду, безакцизный алкоголь или незаконные сигареты Игорь Гурьянов, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН Союз молодых металлургов ММК наградил победителей и призеров конкурса «Лучший молодой рабочий по профессии» Он проводился осенью прошлого года Участие в нем приняли представители 41 профессии О мотивации конкурсантов в сюжете Татьяны Зайцевой В конкурсе «Лучшие по профессии» приняли участие свыше 300 человек Из них 123, по трое в каждой номинации получили дипломы и денежные премии Вдохновители трудовых соревнований – активисты Союза молодых металлургов На их плечи легли все основные организационные вопросы конкурса Количество специальностей каждый год меняется в зависимости от наличия молодых людей в структурных подразделениях Потому что некоторые профессии проводятся в два этапа Такие как стропольщик, машинист, крана Те профессии, которые присутствуют в нескольких структурных подразделениях В первом этапе проводятся в самих структурных подразделениях Потом уже под руководством главных специалистов Такие как главный металлург, главный прокачик Проводятся как финальные этапы Второй этап финальный именно среди структурных подразделений Те же профессии, которые присутствуют только в одном структурном подразделении Они сразу же проводятся как финальный этап Призовой фонд конкурса превышает 1 миллион рублей Так что мотивация участников и их наставников весьма убедительная. Так победители получают 9,5 тысяч рублей, второе место оценивается в 7,5 тысяч, а третье в 4,5. Поощряются и организаторы проведения финала, и наставники молодежи. Конечно, материальное поощрение – прекрасный двигатель внутреннего развития человека. Впрочем, для молодых профессионалов желано не столько деньги, сколько полученный опыт. Ежегодно участвую, потому что это, во-первых, для работодателя, для моих руководителей. Видно, что человек целеустремленный к чему-то стремиться. Есть возможность показать себя, как здесь только сегодня из ночи я держал лопаты в руках, а сейчас стою здесь перед вами в костюме. Поэтому нравится, что мы как маленькие шестеренки механизма, но можем, нас видит комбинат. Очередной прием граждан в Магнитогорске провел член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Челябинской области Олег Цепкин. Это уже пятый визит Олега Владимировича в наш город, которого ждали с большим нетерпением. Цепкина магнитогорцы считают одним из самых эффективных чиновников федерального уровня. С момента его вступления в должность, напомним, это произошло 30 сентября 2015 года, в адрес сенатора поступило 85 обращений граждан, 60 из которых получили положительное решение. Прием магнитки Олег Цепкин ведет раз в три месяца. К его приезду команда помощников готовится тщательно. На встречу с ним Олег Владимирович просит приглашать как потерпевшую сторону, так и чиновников, от бездействия которых и страдает человек. Сенатор уверен, разбор глаза в глаза – самый эффективный метод решения проблем. Первыми посетителями Олега Цепкина становится начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города и пенсионерка Надежда Горбачева. В 2010 году женщина стала жертвой черных риэлторов, оставшись сыном-инвалидом на улице. Относясь к категории малоимущих, семья попыталась получить жилое помещение по договору социального найма. Однако, пока оформляли документы, их статус неожиданно изменился. Мы сначала были малообеспеченные, малоимущие. Потом на 100 рублей у нас пенсия увеличивается, стали, не стали малоимущими. Что делать, я не знаю. Магнитогорские чиновники подтвердили, пенсии сына и матери теперь действительно выше прожиточного минимума. И выход из этой ситуации один. Самый верный пункт – это обратиться к судебной инстанции. А судебная практика предоставления жилых помещений данной категории граждан уже есть. Самое сложное – это не потеряться, кому что писать. Подскажите, что именно там написать, позвонить там, если куда нужно. Если сейчас нужно, мы можем сделать мое обращение на прокуратуру в рамках этого приема. Личного участия сенатора не требуется, уверены представители администрации города. Однако Олег Цепкин предлагает пенсионерке решить все это с чиновниками сразу после приема, попросив Константина Чешева пока задержаться. Следующий вопрос – хозяйственный спор между компанией-застройщиком и гор-электросетью. Первые построили в черте города поселок. Вторые отказываются выполнять данные ранее обязательства по его освещению. Мы обратились в гор-электросеть, почему такая ситуация у нас происходит. Гор-электросеть, значит, там сказал, что вот в наш 16-м году это не получается сделать, потому что у нас нет денег. Договор предполагает оплату по факту выполненных работ, а денег на закупку материалов действительно нет, подтверждает специалист гор-электросети. Но все же делается элементарно, недумевает Олег Цепкин. Вы провели торги, выбрали, неважно, кто-то там выиграл, какой-то поставщик. Вы у них закупаете материалы. Не скупаете, они запоставляют, да, сразу еще четыре месяца. Вы четыре месяца делаете работу, получаете средства от заказчика и между деньгами перегоняете, и как раз в четыре месяца там примерно пройдет поставщику материалов. То есть, в принципе, график такой можно выстроить. Олег Цепкин уверен, эта ситуация не требует вмешательства сенатора. Все необходимо решать на местном уровне. Однако личный контроль за исходом дела с его стороны все же будет. Вот так сообща, удается найти решение многим вопросам. Однако домашнее задание с собой Олег Цепкин все-таки увозит. Оно касается дополнительных рейсов из Магнитогорского аэропорта. У нас, как вы знаете, рейсы это всего-то. Вот в Москву летают два регулярных рейса, если регулярных, и практически все. В постсоветских годах мы знаем, что были рейсы у нас регулярные. И в Екатеринбург были рейсы, и вот, по-моему, в Пермь, Оренбург, ну вот в разные годы. Сейчас этих рейсов нет, а потребность есть. По словам Олега Цепкина, может потребоваться вмешательство Совета Федерации. И хоть быстро вопрос не решится, в том, что исход дела будет положительным, сенатор не сомневается. Татьяна Артеменко, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИ. Продолжаем программу. В этом году региональным оператором капитальных ремонтов в Магнитогорске запланировано израсходовать на плановые ремонты многоквартирных домов 830 миллионов 152 тысяч рублей. И это не считая ремонтов лифтов. Списки домов уже утверждены администрацией города. Так что с приходом тепла весной сезон капитальных ремонтов 2017 развернется полным ходом. Тему продолжит Юлия Никифорова. На то, какие дома попадут под капитальные ремонты первыми, влияет целый ряд факторов. Это, конечно же, в первую очередь состояние самого дома. А еще практика показывает, что самыми первыми под капитальные ремонты при прочих равных проблемах с крышами, фасадами, трубами попадают те многоквартирные дома, где наиболее активно работают управляющие компании или товарищества собственников жилья. Список капитальных ремонтов многоквартирных домов Магнитогорска на 2017 год утвержден. Самый дорогостоящий капитальный ремонт в Магнитогорске в 2017 году региональным операторам запланировано произвести вот в этом доме, номер 54-1 по проспекту Ленина. На него планируется истратить 13 миллионов 248 тысяч рублей. К работам приступят весной. А всего в Магнитогорском списке на капитальные ремонты стоит 291 многоквартирный дом. В самое ближайшее время в городе начнется проведение тендеров на участие в ремонтных работах различных строительно-ремонтных организаций. По словам представителей Магнитогорского отдела регионального оператора, люди нужны. Объем работ большой. Запланированы ремонты крыш, фасадов, коммуникаций. Пожалуйста, любые организации могут выставляться, имеющие желание поработать в этом году, принимать участие в конкурсе, потому что деньги на все эти работы уже у рекоператора есть. То есть они лежат, они ждут исполнения. То есть задерживать не с выплатой, ничего нет. Всю информацию о проведении плановых капитальных ремонтов многоквартирных домов в городе Магнитогорске в этом году, а также о вакансиях для компаний-подрядчиков, желающих принять в них участие, можно узнать на официальном сайте регионального оператора капремонтов Челябинской области. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВН. К другим темам. Десятилетний юбилей отмечает коллапротологическое отделение 2-й городской больницы. За время существования этого медицинского подразделения в нем прошли лечение тысячи пациентов. О том, насколько эффективно здесь борются с заболеваниями, выяснял Павел Берсенев. О таких проблемах не принято говорить, хотя об актуальности подобного недуга красноречивее всего говорят цифры. В среднем из каждой тысячи взрослых 300 человек страдают теми или иными коллапротологическими заболеваниями. Согласно популяционным исследованиям, геморрой, анальная трещина, запоры возникают у каждого пятого жителя планеты. В настоящее время перечень заболеваний прямой и толстый кишок включают в себя несколько десятков нозологических форм. Самые основные принципы, с чем мы сталкиваемся, это заболевания промежности части прямой кишки, это геморрой и трещина. И, как ни странно, злокачественное образование толстой кишки, то, что сейчас называется колоректальным раком. Заболеваемость по всем практически нозологическим формам достаточно высокая. Анатолий Головко стоит у руля отделения с самого его основания. Безусловный авторитет в коллективе его заслуги высоко оцениваются и на государственном уровне. Так, 25 января Анатолий Константинович был удостоен звания заслуженный врач Российской Федерации. Это врач, высоко квалифицированный хирург, который выполняет самые сложные оперативные вмешательства в этой сфере хирургии. Многие операции впервые в городе Магнитогорске были внедрены благодаря этому человеку. В состав отделения входят 16 коек гнойной хирургии и 23 коек эколопрактологического профиля. Ежедневно здесь проводятся от 3 до 6 операций. Под спорьем в борьбе с заболеваниями для врачей служит и оборудование высокого уровня. В настоящий момент отделение оснащено современным оборудованием и соответствует всем предъявляемым требованиям. В диагностике многих заболеваний эколопрактологического профиля оказывает помощь также эндоскопическая и рентгенологическая службы. При заболеваниях толстый и прямой кишок врачи настоятельно не рекомендуют заниматься самолечением, а как можно быстрее показаться грамотным специалистом. Отметим, за год в колопрактологическом отделении 2-й городской больницы помогают избавиться от деликатного недуга почти полутора тысячам пациентов. Павел Берсенев, Олег Карпенко, телекомпания Туин. Магнитогорский историко-краеведческий музей решил окунуть горожан в жаркое лето. В его стенах состоялось открытие объединенной выставки детской художественной школы и школы искусств номер один, которые представили более 200 этюдных набросков юных художников, сделанных на летних пленерах. За три месяца каникул школьникам удалось побывать в разных уголках России, впечатлениями от которых они поделились в своих работах. Так далеко от родного дома многие юные художники не выезжали еще ни разу. Вместе с педагогами они посетили Сочи, Владимир, побывали в Адыгее и Южноуральском Карагайском Вару. Это путешествие стало частью летней программы «Работа на открытом воздухе». Для начинающего художника это важная составляющая обучения. Живая натура с быстро меняющимся светом и ветром, неповторимыми звуками и запахами лучше кого-либо может развить в юных дарованиях умение не просто копировать объекты и ландшафты, а вкладывать в них свои чувства и эмоции. Еще обязательно в таких пленерах присутствуют профессиональные художники, которые дают мастер-классы. В каждом регионе свои профессиональные художники, которые к нам присоединяются и показывают, как лучше передать красоту Кавказских гор или Владимира. Так было и в это лето, которое подарило ребятам встречу с именитыми мастерами и удивительной природой разных регионов России. Для Саши Бусаревой эти летние пленеры стали первым выездом за пределы города. Ничего сверхъестественного она не ожидала, все уже видела в интернете. Однако уже подъезжая к Сочи, Саша поняла, что увидеть все своими глазами – это совсем другое дело. Едешь по городу, там везде растения можно увидеть, они рядом с дорогой, прям растут пальмы всякие, кипарисы. Фактуры у пальм, они такие заостренные немного, листья у них такие, подходишь, трогаешь, они такие прям вот как глянцевые, прям вот загляденье просто, рисовать одно удовольствие. Поразила Сочи богатством красок – от глубокого зеленого до ярко-красного. Саша признается, что никогда еще с таким упоением не писала пейзажи. А вот для Насти Грещенко настоящим событием стал пленер во Владимире. Ну, конечно же, впечатления самые яркие были от храмов. У нас такого нет. Дмитровский собор, он весь в рельефах. Каждый рельеф, каждая даже строка, я бы сказала, она имеет свою историю. Даже, по-моему, там было что-то про Александра Македонского походы. Поразило еще вот это вот сочетание старой архитектуры и новой. И вот как оно сочетается, и как это гармонично все смотрится. Мечтающая стать архитектором Насти убеждена – наши предки были гениальными зодчими. Именно у них надо учиться тому, как строить так, чтобы российские города имели свое лицо. Массу новых открытий и впечатлений летние пленеры подарили и другим юным художникам. Сделанные во время путешествия работы получились настолько яркими, что их было решено представить на областной конкурс, который пройдет вскоре в Челябинске. Татьяна Артеменко, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН. И в завершении выпуска важная информация. В связи с проведением ремонта запорной арматуры на водоводе в среду 1 февраля с 9 до 17 часов будет временно прекращена подача пожарно-питьевой воды жильцам дома номер 9 по улице Калмыко. Также 1 февраля в связи с промывкой водовода с 9 утра до 19.00 возможно временное понижение давления воды в многоквартирных домах 130 и 132 микрорайонов. Жителям следует заранее произвести необходимый запас воды. По вопросам доставки питьевой воды автоцистернами следует обращаться в аварийную диспетчерскую службу Треста Водоканал по круглосуточным телефонам 23 25 25. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. О новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете на нашем сайте tvdefis.in.ru Впереди вас ждет коммерческая информация, а также прогноз погоды на 1 февраля. Всего вам доброго и до встречи. По данным интернет-портала rp5.ru 1 февраля в городе ожидается ясная погода. Без осадков. Ветер юго-западный с переходом на южный 1-2 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 22-23 градуса. Днем 14-18 градусов морозом. В течение дня атмосферное давление будет в пределах нормы 721-732 миллиметра ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова